Родственники погибшего дальнобойщика из Коркина не согласны с результатами проверки ГИБДД Тюменской области. Они хотят более жесткое наказание для оперативников. Ведь по вине сотрудников госавтоинспекции тело 29-летнего водителя пролежало в кювете двое суток. Инспекторов ГИБДД Тюменской области привлекли к дисциплинарной ответственности. После расследования их наказали за неполное служебное соответствие. Впрочем, увольнять из правоохранительных органов не стали. Нет, не считаю, что это справедливо. Хотя бы, хотя бы, чтобы их уволили и все. Просто меня вот как мгновенного человека, да, в любой ситуации можем мы все оказаться. И так как они вот это работают, как сделали, вот это все, меня вот это вообще не устраивает. Евгений Кольчугин попал в ДТП на трассе под Тюменью. Его машина съехала в кювет и перевернулась. Как позже установят медики, смерть водителя наступила от сдавливания туловища. Вот в этом месте была у него голова, осталась вмятина, капли крови. То есть он лежал кверх ногами под машиной и голову придавила. Во враге тело Евгения пролежало двое суток под тяжестью двухтонного автомобиля. В ГИБДД по Тюменской области объясняют. Автоинспекторы выезжали на место аварии. Вызвали скорую помощь, но найти погибшего человека в газели не смогли. К тому же оперативники забыли фонарь. И чтобы осветить место ДТП, жгли протокол. Ну почувствовать руками водителя в машине было невозможно. Водитель лежал в такой вот ямке, которая была. Эта ямка была сверху заполнена водой, снегом. Уже на эту ямку сверху упала машина. Тем временем Следственный комитет и УМВД по Тюменской области еще проводят свою проверку. По ее результатам сотрудники могут понести более суровое наказание. Анастасия Шкитина и Денис Оснач, 31 канал.